Здравствуйте, это телепроект «Человек в городе» и сегодня расскажу о герое, которого многие из вас уже знают лично, а некоторые знают по тем скетчам и стендапам, которые он написал. Знакомьтесь. Человек со вкусом. Так бы я охарактеризовала впечатления от первой встречи с Александром Минеевым. Он постоянно что-то пробует и касается это не только еды. Знает, как добавить перчинки и специи в самый обычный текст. Вы думаете, скрометные импровизации ведущих в телешоу или ответы КВНчиков их собственная заслуга – это работа, причем, целого коллектива. Для того же Шатца «Слава Богу, ты пришел», я тоже писал какие-то тексты именно ведущего, то есть он там открывал эти импровизации, закрывал, вот нужен был текст ведущему. Ну, все как-то интересно, нормально, то есть вот подводки ведущему, например, писать или скетчи писать для скетч-шоу, или там закадровый текст мы для нашей Раши много-много-много выдавали. Но начнем все-таки с кухни. Сегодня Александр балует нас кашей с тыквой. Я бы даже как бы отрекся вот от этой части квартиры, там свой телевизор, свой диван, своя кровать не так критично, как своя кухня. Он даже знакомство с городами и культурами начинает со стола. Ну, смотрите. А вот чего у него точно нет, так это звездные болезни. Автографы, фото в Инстаграм, о чем вы? Он вообще не любит фразу «это мое». Телешоу «Счастливый конец», центральный микрофон, хорошие шутки, «Слава Богу, ты пришел» и прочее. Сколько известных скетчей и диалогов родилось в этой небольшой рязанской квартирке. От сотрудничества с резидентами Камеди Клаб сохранился контракт. Камеди Клаб, продакшн, в республике Сингапур. То есть все там у них хитрые армяне. Известный номер в исполнении Гаррика Мартиросяна компания «Армагеддонстрой. Жилой комплекс безнадежье» он написал буквально за 15 минут. Сам тогда искал квартиру, наболело. Перечисал кучу рекламы, кучу всех этих сайтов. Вот. И вот эта вот вся вот стилистика подачи там была у меня, можно сказать, на зубах. И плюс еще разность того, что ты вот видишь в рекламе и потом приходишь и смотришь, что на самом деле на строительном объекте получаешь за эти деньги. Шутить вообще надо о том, в чем реально варишься, считает Александр Минеев. Он не относится к категории людей, бойся меня на 1 апреля. Но если человек, что называется, подставляется, может и разыграть. Я бы вообще даже удивился, вот больше скажу, если бы увидел юмориста, который еще и веселится неистово. Вот все время. Я бы больше сильно сомневался, что это юморист. А вот мы удивились, что автор скетчей до сих пор предпочитает компьютеру старенький потрепанный планшет и ручку. Хоть и признаются, литература и русский язык никогда не были любимыми предметами. Надо взять, например, вот этот вот оншет, выключить там интернет, выключить телевизор, ничем не заниматься, желательно, чтобы никто не звонил, веселить, придумывать. Работать для ТВ в разы прибыльнее, но и сложнее. Как выходец из КВН, он сам прекрасно знает, когда начинается не просто шутка о драматургии. То, что искрометно родилось, как острый ответ, через 15 минут теряет актуальность. Ехали летом в плацкартный вагон, поэтому получилась такая шутка. Майкл Джексон нормально относился к детям, спокойно относился к детям, пока не поехал в Анапу в плацкартном вагоне. Сложнее, говорит Александр, писать для тех, кто работает не с миниатюрами, а что называется один в поле. Мартиросян, белый, не злобен. Последний вот стал повторяться. Саша, он работает, он много пишет сам, но чтобы получился качественный такой вот стендап, ну, одного взгляда, одной главы недостаточно. И он поэтому, как бы, координирует других авторов, вот, в том числе, там, меня. Вот, ребята, надо пошутить вот в такую-то тему, в такое-то направление. За родной радиотехнический институт Александр Минеев когда-то играл практически с первого курса. Тогда был вообще универсализм. Сам придумал, сам рассказал, сам подготовил декорации. В команде КВН в мужской бане «Женский день» он уже больше пишет. Сочинские фестивали, выступления в Юрмале, Высшая Украинская лига, чего в его биографии только не было. Потом было такое место замечательное в IBW группе, это бывшая команда КВНРДН. Вот, собралась для того, чтобы там уже работать над телевизионными проектами. И вот, там, готовили «Свет нации», вот, такое шоу. Кстати, у него даже кота зовут Евстигней по названию номера команды «Будка гласности». Кот сделал так, что я стал спокойнее относиться к каким-то царапинам и прочим какими-то вещам, портящим отделку. Сегодня КВН в его жизни ровно столько, сколько есть на него времени. В основном, чтобы помочь начинающим командам и юмористам. Был какой-то момент, вот, ну, перехода в теле автора, да, может, назвать его какой-то был удачным, может, там даже какая-то была эйфория, ой, я все могу. Потому что, ну, какое-то было новое ощущение, и, ну, какие-то по гонорарам там ощущения тоже, соответственно. Вскоре резиденты того же Камеди обросли администраторами, охраной и новыми звездами. Группа USB и видеоколлекции Сержа Горелого стали вытеснять привычные скетчи. 9 лет назад все было куда проще и скромнее. Приехал на кастинг, вот, в Камеди Клаб. То есть я даже его проспал. Ну, я поехал на такси только потому, что я всем сказал, что я поеду на кастинг в Камеди Клаб. Это еще 2005 год был. Вот, и, конечно, все, я просыпаюсь, вот, кастинг в час в Москве, а я в 10 утра в Рязани. Написанные шутки он решил отработать на таксисте. Тот всю дорогу сам не умолкал с анекдотами и прибаутками и подозрительно косился, когда шутить начинал пассажир. Зал на кастинге оказался обыкновенной комнатой. Мне было интересно, как это происходит. Да, я там посмотрел, сходил на съемки туда, сходил на съемки сюда, посмотрел, как шутки там записываются, шутятся все там. Ну, чтобы каждый день там этим заниматься, нет. Златоглавая не соблазнила. В таком ритме вдохновению оказалось тяжело. Вот казалось, что вот, ну, город, в котором надо вот работать, работать, и работать, и работать, а если ты остановишься, вот даже вот просто, ну, там, не знаю, какой город, там, заболеешь гриппом или что-то еще такое. То есть вот прям вот, если ты что-нибудь где-нибудь встанешь и просто вот встанешь, задумываешься, задумываешься, все, что ты вот делал, все рухнет. Долгое время Александр, как и многие, считал, если человек получил образование, он должен ходить на работу, получать зарплату. Но потом понял, что офисы и начальство не для него. И стал искать варианты удаленной работы через интернет. Несколько лет назад это было в новинку, но к его удивлению нашлась целая ниша. Московские издательства искали авторов текстов для забавных открыток. А так, как им требовалось, юмористически, а кто юмористический? Я юмористический. Вот, и все так вот, ну, месяц лет потратился на то, чтобы подстроиться под их требования, под их формат, потому что это все-таки тоже специфика там. Скажу честно, было удивительно узнать, что и сама когда-то приобрела несколько открыток, оказывается, написанных нашим земляком. Первая страница была там «Желаю тебе большого количества престарелых женщин с психическими отклонениями». А вот открываешь там «Пешеных бабок». Вот. Ну, издательству это нравилось, и, соответственно, покупателям, наверное, нравилось, потому что они переиздавали эти четыре раза еще в разных, как бы, интерпретациях. То есть разные художники это рисовали. Этот год у Александра менее хлебный. В прошлом декабре некогда было воды попить, заказы поступали один за одним. Сегодня тишина. Так что есть время заняться мечтой – достроить и отремонтировать купленный за городом домик. Кстати, в своей многоэтажке Александра выбрали старшим по дому. Теперь он гораздо больше знает о благоустройстве, ремонте крыши и прочем. Человек с печатью и подписью все-таки. Кстати, как там наша каша с тыквой? Не пора ли снимать пробу? Все, можно пробовать. Не пресно и не скучно – вот чего хочется пожелать Александру в наступившем году. Чтобы рецепты с творческой кухни тоже разлетались, как горячие пирожки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова